Правоохранители зафиксировали два происшествия, которые связаны с банкоматами. В первом случае мужчина совершил операцию по карте и забыл её в терминале. Злоумышленник забрал карту и потратил деньги потерпевшего. Заказал в интернет-магазине товар на сумму 8700 рублей. Полицейские проводят проверку. Другой саровчанин пришёл в торговый центр, чтобы снять деньги с карты. Но несколько раз на экране терминала высвечивалась надпись об ошибке. Первый раз был неправильно набран пароль. Ему отказали в проведении операции. Он попытался ещё раз и решил, что денежные средства у него снять не получается. Он забрал карту и вышел с торгового центра. Чуть позже ему пришло СМС-сообщение о том, что денежные средства в сумме 13500 рублей всё-таки были сняты с его карты. Мужчина вернулся к банкомату, но наличных уже не было. Потерпевший обратился в полицию с просьбой найти деньги. В ходе расследования выяснилось, что их забрала 35-летняя саровчанка. Сотрудникам ГИБДД на минувшей неделе пришло сообщение из клинической больницы номер 50. Медики рассказали, что к ним обратился пассажир такси, который попал в ДТП на улице Бессарабенко, дом 2. Водитель компании перевозок во время выезда со двора не уступил дорогу другому автомобилисту. Произошло столкновение, в результате которого пострадал пассажир такси. В результате ДТП, по результатам осмотра, ему был выставлен диагноз – ушиб шейного отдела позвоночника. После осмотра врачом приёмного отделения ГУСКБ-50 он был отпущен домой. На прошедшей неделе сотрудники ГИБДД завершили акцию «Засветись», в рамках которой напомнили саровчанам о важности световозвращающих элементов. До выходных инспекторы будут проводить профилактические рейды, пешеходный переход. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.